Вот уже больше десяти лет Елена Гринёва работает у Дворца детского творчества педагогом дополнительного образования и руководит творческим объединением «Истоки». Эту профессию она выбрала не случайно. Елена выросла в семье учителей. Бабушка заведующая яслями, мама – учитель русского языка и литературы. Видя перед глазами живой пример, Елена решила стать педагогом. Закончила педагогический университет имени Минина в городе Нижнем Новгороде. Средка специализации краеведения. Ну и здесь уже, наверное, для меня в профессии не вставал. Вопрос только в том, в каком направлении я буду заниматься. Вот для себя выбрала историю. Елена Гринёва стала автором ряда образовательных программ и проектов, которые она успешно применяет в своей практике и использует на занятиях с детьми. Свой опыт и профессиональные наработки она представила жюри муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям». В этом году пришло положение по участию в конкурсе «Сердце отдаю детям» для педагогов туристико-кровеведческой направленности. Конечно же, я с радостью согласилась. Тем более, материалы уже были готовы давно. Программа написана 13 лет назад, но она модифицировалась, опробировалась. И, естественно, представлена в самом лучшем виде. Конкурс профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования предусматривает несколько этапов. Претенденту на победу необходимо рассказать о себе, о своих достижениях и представить одно занятие с детьми в форме электронной презентации. Участие в конкурсе всегда для педагога – это большой опыт. Это новые идеи, встречи с новыми людьми и, конечно же, движение вперёд. Конкурс «Сердце отдаёт детям» проводится в нашем городе уже много лет. За это время в стенах Дома учителя выступили педагоги самых различных направлений дополнительного образования – художественно-эстетического, естественно-научного, гуманитарного и других. Конкурс, который позволяет педагогам сказать о себе, познакомить городскую общественность со своей работой, самоутвердиться в педагогической среде. Ну и я считаю, что это такой мощный этап в плане профессионального роста. Победа на городском этапе конкурса стала для Елены Гринёвой путёвкой в Нижний Новгород совсем скоро, и ей предстоит защищать честь Сарова на областном уровне. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.